Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня говорим об увеличении осознанности. Как обычно, я записываю эти видео, они помогают лучше понять себя, увеличить качество жизни и улучшить свои восприятия. Сегодня говорим о том, как человек может сам изменить свою судьбу и как он может справиться с теми препятствиями, которые влияют на него. Потому что таких воздействий огромное количество. Я вот записывал совсем недавно видео о воздействии, о том, что на нас влияют. Самое главное, что мы влияем тоже на себя. Вот мне задали вопрос, может ли человек сам подавлять себя? Да, может. То есть бывает такое, что человек действительно сам себя подавляет, останавливает. Конечно, на него оказывается воздействие. Но самое главное, это собственная ответственность, собственная разумность. То есть что такое разумность? Это способность быть осознанным, способность принимать правильные и корректные решения. И вот в этом состоянии, когда человек находится, он может действовать во благо для себя и для других людей. В этом состоянии человек понимает, как он двигается, куда. И вот для того, чтобы это происходило, важно делать практику осознанности. То есть я, например, вот некоторые люди занимаются медитацией, кто-то занимается еще какими-то практиками. Я практикую процессинг. То есть что такое процессинг? В нашем уме есть большое количество различных процессов. И они зачастую неосознаны. То есть находятся на подсознательном уровне. И вот цель это перевести их на уровень осознанности. То есть что это такое? Это мы с помощью сознания смотрим, какие это процессы. И, соответственно, рассматриваем их. Смотрим, как они запущены, откуда, куда. Вот почему они вообще происходят в нашем уме. И рассоздаем, да, то есть завершаем те процессы, которые не нужны, перестраиваем те, которые нужны, то есть делаем их так, чтобы они действовали во благо для нас. Поэтому методика называется процессинг. То есть это рассмотрение процессов и переформатирование, то есть убирание ненужных. То есть это очищение от вирусов, да, вирусов сознания. Потому что в нашем уме находится тоже большое количество вот таких вот вирусов, которые влияют на нас и мешают нашему сознанию проявлять себя. Когда мы это перестраиваем, соответственно, сознание наше становится чистым. То есть тут нет какого-то гипноза, воздействия. Наоборот, мы снимаем это воздействие, которое оказывается на людей веками. То есть огромное количество лет на нас влияет для того, чтобы подавить наш разум, наше сознание. И самое главное, что мы перенимаем эти идеи и начинаем тоже подавлять себя и других людей. И вот когда мы входим в это состояние подавленности, соответственно, мы уже не действуем осознанно. Появляются какие-то негативные болезни, восприятие. То есть появляется состояние, когда мы не можем справляться с жизнью. То есть нам по сути нужна помощь. И помощь она в чем заключается? Это не просто совет. Вот делай вот так, и у тебя будет все хорошо. Потому что да, таких советов много. И зачастую они просто... Ну человек применил, да, а может даже не будет применять. Прошел мимо и, соответственно, не подействовал. Он скажет, ну это все не работает. А чтобы это сработало, человек должен переосознать. То есть он должен углубиться вглубь, то есть внутрь себя, и заняться духовной практикой, которая поможет ему в переосознавании. То есть которая поможет ему исцелить свой разум, душу и тело. И вот эта практика процессинга, она как раз такова. То есть она помогает человеку заглянуть глубже внутрь себя и понять, какие процессы там запущены. И почему они вообще у человека происходят. То есть почему эти процессы влияют на него, когда он принял решение, например, быть в таком состоянии. И вот эти процессы, это процесс переосознавания. То есть я что, помогаю человеку? Помогаю двигаться глубже, глубже, глубже внутрь. На самом деле, может человек и самостоятельно это делать. Но часто не хватает вот этого намерения, решимости, решимости, чтобы двигаться глубже, глубже и находить вот ту первооснову, откуда это все пошло, откуда началось. И когда я помогаю человеку добраться до первоосновы, то есть понять, что вот этот случай у него произошел по этой причине. Соответственно, состояние человека выправляется, он начинает действовать гармонично и осознанно. То есть моя цель, это с помощью своего знания, намерения помочь человеку перепрожить те случаи, в которых он застрял, чтобы внимание его вышло наружу. И когда внимание его здесь и сейчас, он может осознанно действовать во благо для себя и для других людей. Вот в этом состоянии происходят самые лучшие изменения, которые возможны с человеком. Вот и поэтому, друзья, давайте сейчас мы сделаем небольшую практику. Посмотрите, как это действительно работает. И эту практику можно самостоятельно применять к себе и к другим людям. То есть как самостоятельно, так и в паре с вашим напарником. Вот она помогает понять лучше себя и понять, какие скрытые мотивы у вас есть. И как это влияет на вашу разум, душу и тело. Вот сядьте или лягте в удобном месте, чтобы вас никто не отвлекал. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Потом ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Почувствуйте какое-то пространство, напомните его любовью. Посмотрите, какие есть процессы в этом пространстве запущенные уже. То есть что влияет на вас, какие это моменты. И посмотрите, как они образовались. То есть это случаи там, где этот процесс был запущен. То есть какие случаи вам придут, такие рассматривайте. И двигайтесь, нашли какой-то случай, перепроживите его 1, 2, 3 раза. Столько, сколько необходимо, чтобы вы пришли к пониманию и переосознаванию. Чтобы вы поняли, что вот здесь вот такой вот был мотив скрытый. То есть происходит как озарение. И облегчение состояния, то есть как освобождение от чего-то. Если это не происходит, то двигайтесь к более раннему подобному случаю, где было, например, похожее ощущение или похожая эмоция. И вот так вот двигайтесь к самому раннему случаю до полного исцеления. То есть что такое полное исцеление? Это когда вы почувствуете, что состояние ваше улучшилось. И вы можете осознанно теперь быть в этом. И соответственно этот процесс больше не влияет на вас. То есть таким образом можно завершить те процессы, которые не нужны вам. То есть это процессы, связанные с болью, бессознательностью, негативными эмоциями, страхом и так далее. То есть те процессы, которые мешают вам. И вот когда вы их завершаете, соответственно ваше состояние выправляется, и вы начинаете жить более осознанной, счастливой жизнью. То есть вы сами становитесь хозяином своей судьбы. Вот у меня на канале есть видео, как изменить свою судьбу. Оно будет показано немножко позже, в конце. Вы сможете тоже посмотреть его там на примере случая с рождением. То есть когда была родовая травма. Показывается, как мы переосознаем эту родовую травму, перепроживаем этот случай, и состояние человека выправляется. То есть он начинает жить осознанной, счастливой жизнью. Все это называется процессинг, аудитинг. Это практика, применяемая к тому, чтобы человек переосознал. То есть я уже занимаюсь данной практикой в течение 20 лет. И тоже пришел в состоянии, когда не было какого-либо понимания. Не было смысла жизни, не было понимания, как все устроено. Работа ума, тела. То есть я не занимался до этого ничем, никакой практикой. И потом, когда я познал это, я поднялся по шагам, по пути, по мосту к полной свободе. И я осознал, что каждый человек это духовное существо. То есть я, вы, каждый из нас. И каждый из нас может быть счастливым, радостным. Каждый из нас может делать то, что он считает правильным. И самое главное, изменять те вещи, которые он считает некорректными, неправильными. То есть которые влияют на него негативным образом. Вот в этом-то и есть все счастье. То есть счастье это процесс познания себя и выход в настоящее время. То есть момент настоящего времени, момент сейчас. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, то, пожалуйста, пишите мне все мои контакты, указанные под этим видео. Мы можем сделать бесплатную консультацию, где пообщаемся, я расскажу подробнее. И дальше уже сделаем сессию, где улучшим ваше восприятие. То есть я помогу вам справиться с вот этими негативными зарядами. То есть в этом моя цель. Да, мне спрашивают, почему ты этим занимаешься? Потому что я считаю это очень важным и ценным. Как для себя, так и для других людей, так и для мира в целом. Изменяя себя, изменяя сознание, мы изменяем мир вокруг, наше восприятие мира. Поэтому я считаю, что это важно и ценно для каждого. Также я провожу обучение процессингу. То есть кто хочет обучиться, тоже пожалуйста. У меня есть приборы, которые помогают измерить сопротивление электрическое. Показывают, где у человека есть заряд. То есть помогают, соответственно, найти области, которые заряжены и проработать их. Также провожу обучение основам жизни. То есть курс основы, курс преодоления подъема и спада в жизни. Где помогают справиться с подавленностью в жизни. И достоинство и целостность личности. Где мы находим те моменты, которые разрушают вашу жизнь. И справляемся с ними. То есть убираем из жизни проступки, утаивания. И вы начинаете жить осознанной счастливой жизнью. Вот таким вот образом. Поэтому пишите контакты, указанные под этим видео. Также там две мои книги. Мир и вечное опознание. И полное исцеление, где есть практики, которые тоже помогают в улучшении состояния. Вот. И, конечно же, если видео вам было полезным, понравилось, то поставьте отметку нравится. Подпишитесь на мой канал. Включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Добавляйтесь ко мне в друзья в соцсетях. И мы можем общаться. То есть, и, соответственно, я даю возможность каждому человеку соприкоснуться с этим знанием, чтобы вы могли его применять в своей жизни. Сейчас на экране появились у вас парочку видео. Это вот как раз как изменить судьбу о том, что я рассказывал. И практика процессинга счастья. Можете ее применять сами полностью осознанно на ежедневной основе. Также подписка на мой канал и сайт, где вы сможете получить больше информации. Я напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал и проект Академии Счастья. На сегодня мы завершаем. И увидимся с вами скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok